приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова сегодня у меня день отдыха от косметики и всяческих нарядов украшений всего остального на мне только обручальное кольцо и на этом все я радуюсь тому что могу чувствовать себя свободно спокойно и нравлюсь себе без косметики советую вам проводить такие же дни для того чтобы принять себя таким какой то есть это полезно покажу вам некоторые покупки кое-что с вами вкусное вместе приготовим в общем как всегда сегодня будет полезный вкусный и интересный домашний блок начинаю с того что буду ругаться вот они покупают потом или просят меня купить потом ничего не съедаются а вот такой же время печенье у нас залежалась на глазури батончики хлопья никто не ест палочки вот эти лежат лежат в общем я буду готовить сегодня опять экономный пирог 3 яйца скручиваю с сахаром все вот это раздрабливаю в превращаю в единую массу разрыхлителя немножко добавлю еще немного еще добавлю до нужной консистенции все это смешиваю солить и исладить наверное уже не нужно потому что яйца с сахаром и скручивали и все компоненты тоже были сладкие и конечно же добавляю творог для сочности и смотрите какая прелесть получается очень вкусный аромат вообще я люблю конечно все с творогом и мои домашние уже тоже забегали достаточно много тут творога поэтому переворачивать я не буду он такой очень пышненький рыхлый может неровно перевернуться там как-то отслоится поэтому вынимаем кусочки прямо из формы ну что ж по моему просто великолепно для продуктов которые были не нужны и которые мы могли бы выбросить чисто теоретически если бы они совсем высохли а тут такая вкуснотища все сейчас всем по стаканчику молока или чай кофе а ну кто как любит мы с молоком едим и будем кушать всем приятного аппетита и нам тоже и еще у нас с вами покупки из магазина вкус вилл давайте разбирать вместе сосиски в которых не содержится всякого вредного и в том числе красители видите как они должны выглядеть они должны быть серенькие ну не очень привлекательно зато вкусно и не вредно охлажденные куриные ножки голени взяла для того чтобы запечь возможно с яблоками или может быть в майонезе запеку с чесноком и луком посмотрим у нас очень громко почему-то сегодня моет посудомоечная машина вероятно там что-то такое задевает внутри какая-то тарелка поэтому простите уже ничего сейчас разбирать не буду потерпите звук будет паштет из красной фасоли с грибами очень мне понравился действительно вкусный такой грибной почти мясной вкус не понимаю как им это удалось но в общем вкусно я советую вам по два разных варианта фарша я знаю что опять меня будут ругать за то что они делаю фарш сама иногда делаю иногда не делаю в общем кто против пожалуйста не смотрите я знаю что многие против того чтобы использовать готовый фарш говядина свинина и просто говядина иногда саймон тоже нас просит говяжий фарш поесть но вначале мы все перемораживаем мясо и потом для него размораживаем отдельно для того чтобы убить и все возможные гельминты вот то что он любит как раз ну опять же замораживаем потом размораживаем сразу сейчас раскладываю по порциям в пакетике и убираю в холодильник это мясо голени курицы без кости вот такое мы покупаем постоянно но разных производителей она принципе одинаковы просто сейчас уже делали заказ во вкус виллу и заказали заодно для саймона телятина охлажденная вот такие бифштексы очень приятные ничего в них лишнего кроме мяса нет поэтому иногда я заказываю ну что ж в основном были мясные покупки вот такие но это как раз то чего нам не хватало все кладем запас то повторюшка бэтси повторюшка точно также ложится как и саймон полностью его копирует и если бы еще был такой же длинный хвостик нам его этим же образом выложила но увы хвостик маленький добавить да да и Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, ни для кого не секрет, что сейчас выгоднее купить то, чем вы обычно пользуетесь по более низкой цене. Но я думаю, что все уже это делают. Небольшие запасы и у нас практически все дезодоранты закончились. Кое-что еще я заказала. Нашла по самой выгодной цене, менее 100 рублей 90 с небольшим. И поэтому сделала довольно большой заказ. Обычно мы берем примерно 5 дезодорантов сразу. Ну, на троих это быстро все улетает. Но сейчас я заказала чуть больше. Заказала сразу 10 одинаковых дезодорантов. Мне аромат этот очень нравится. Он кремовый, слегка пудровый. Вот этот антибактериальный эффект именно масла чайного дерева. Почему-то я здесь совершенно не ощущаю никакого чайного дерева. Такая пудра. Хочу обратить ваше внимание на то, как изменилась упаковка. Раньше этот дезодорант был в такой круглой тубе. Ставился вот таким образом, если вы помните. Я вам фотографию ставлю. И на изображение как раз старый вариант. А приходит уже вот такой новенький. Причем объем тот же самый. 50 миллилитров. Ну что ж, это хорошо, что по такой приятной цене. И для того, чтобы как-то разнообразить вот эти 10 одинаковых дезодорантов, я заказала еще два от Невея. Но очень сильно меня удивил объем. То есть здесь всего лишь, представляете, 25 миллилитров. И оказывается, что это дорожная версия. А стоит он дороже, чем гарнир. То есть это невыгодная покупка. Но ладно, буду пробовать защиту и комфорт. Я не пробовала. Но по крайней мере, да, что-то новенькое. И можно брать с собой, если надолго уезжаешь. Вот такой маленький формат. Черный и белый мне нравятся. Невидимый. Ну, я не знаю, как насчет невидимый. Мне кажется, все дезодоранты оставляют какие-то минимальные пятна. Хотя бы такого желтоватого цвета. Если вы ходите в кипельно-белой рубашке целый день, обильно пользуетесь этим дезодорантом. И еще заказала вот такой Таймурова от запаха пота Део Гель. Я знаю, что продаются похожие средства. И, собственно, у меня есть. Но в виде такого спрея не геля, а именно жидкости тоже Таймурова. Я заказывала, нет, не заказывала, покупала в магазине Фикс Прайс. Но у меня очень далеко магазины все Фикс Прайс. И мне до них ехать дороже, чем заказать с небольшой наценкой в магазине Озон. Вот такие у меня запасы косметические. Ну, я считаю, что это нормально и правильно. И теперь нам хватит надолго. Что еще я приобрела? Это два средства для умывания. Одно от чистой линьи и второе Dream Nature. Вот с такой помпой. Честно говоря, ни одно, ни другое я еще не пробовала. Так что это мои покупки бюджетной косметики с той целью, чтобы протестировать и дать вам отзыв. Сейчас у меня на подходе одна пенка для умывания. Я люблю, чтобы стояло две. Так что одну из них я уже, наверное, сразу же поставлю. Больше всего мне, конечно, интересна Dream Nature. Давайте посмотрим, что здесь написано. Ага, она мицеллярная. То есть она с мицеллами, она с павами. Стало быть, это именно пена хорошая должна быть. И очень надеюсь, что она также будет убирать остатки от гидрофильного масла, гидрофильного бальзама. И поможет мне справляться вот с такими именно, ну, не загрязнениями, а жирными остатками. А также я такого плана пенки использую перед отходом коснув в своем вечернем уходе. Я смываю все, что накопилось за день, даже если не было никакого макияжа. Пенка от чистой линии, я думаю, многим знакома. Просто я никогда ее не приобретала и не пользовалась. Очищает без сухости, сохраняет молодость для любой кожи, ромашка и отвар трав. Да, я использовала, насколько помню, молочко. Вот точно такой же упаковочке. Упаковка, конечно, ужасная. И вот эта крышка неудобная, она очень сильно закрывается, может даже быть неровно обработанной и травмировать немного рука. Но уж ладно, помучаюсь немножко, зато дам вам отзыв на бюджетное средство. Я знаю, что многим нравится вот такая пенка для умывания. Надеюсь, что она хорошо пенится. И замечательно, если действительно очищает без сухости. Я такой эффект и ищу. Здесь хорошие сроки годности. Так что она у меня пока полежит в запасах. И скоро, надеюсь, ее попробовать. Ну и мы продолжаем с вами покупки. Вот в таких коробочках были лекарства, я заказала тоже с доставкой. Да, действительно, сейчас есть такая возможность на маркетплейсах. Доставляют лекарства на дом. Но такие самые простые, базовые. Пенталген, то, что все время исчезает почему-то у нас в аптеках. Вечно этого нет. И, ну, на всякий случай, да, с ментовым от ревины. Параться тому, чтобы снимать температуру, если вдруг понадобится. Следующее, что мы заказали, вот такая упаковка, кстати, очень хорошая. Это мед. Сейчас многие пасеки хозяйства регистрируются на маркетплейсах и продают напрямую уже потребителям через доставку по зону. В данном случае две вот таких банки, по-моему, по килограмму. Здесь, может быть, даже больше. Меда я заказала. Какой? Пасека, рябухинский, мед цветочный. Видите, сбор, гост и так далее. Ну что ж, будем пробовать. Я не большой любитель сладкого. То есть я люблю либо фрукты есть, либо сухофрукты, либо мед. То есть у меня это десерт. И, да, две упаковочки заказала. Вы видите, одну не буду даже, наверное, распаковывать. А эту мы сейчас уже начнем. И вот такой от этого же производителя, с пасеки рябухинах, я взяла кусочек меда в сотых. Просто пожевать, как такой вот десерт. Очень приятно, вкусно. Ну, я не ем, естественно, килограммами, совсем немного. Но для меня это такое вот лакомство очень приятно. Заодно вот такую огромную банку, а сколько здесь, кстати, 700, нет, 680 грамм помидорки. Сейчас буду готовить курочку в томатном соусе. Жирненький такой вот детский крем, обычный совершенно. Ну, всегда пригодится в хозяйстве. И фортифлора, вот эту добавку, которую вы мне когда-то рекомендовали. И мы стали давать ее нашим животным периодически. Действительно хорошая вещь, у массы было частичное облысение, то есть на животике не было шерсти местами. После того, как мы начали ей давать, у нее опять стала расти шерсть. И нормализовалась пищеварительность. Самая бюджетная цена пока сохраняется в озон. Во многих магазинах специализированных, где подается только корм для животных, ну, все для животных уже поднялась в 2, иногда в 3 раза неподъемная цена, в 3, по-моему, там с лишним тысячи. Ну, конечно, я уже за такую цену приобретать не буду. Здесь тысячи, по-моему, 700, 30 пакетиков. Один пакетик мы делим на несколько раз и просто подсыпаем им в корм. Вы просили меня показать эту добавку, вот я показываю. Я очень долго искала Саймона, очень. Смотрите, где нашла повалку. С трудом умещается, но все-таки в лес, лапки торчат, носик кверху и спит. И тишина. Такой смешной. Это наш игрунчик Бетси. Веревочки, ленточки. Это счастье. Кто бы мог подумать, что такая вот ерундовая игрушка принесет гораздо больше счастья, чем все, которые мы им покупали. Вот, оба в совершеннейшем восторге от этих ленточек. Почему? Неизвестно. Никто не знает. Прежнему жду вас в Телеграм и в Яндекс.Дзен. Там уже выходят видео и анонсы, и интересные полезные посты. Также мы общаемся на разные интересные женские и не только темы. Делимся своими впечатлениями. Спасибо вам огромное за то, что вы были со мной. Здоровья, мира в вашем доме. И, конечно же, заботьтесь друг о друге. И будьте благодарны за то, что имеете. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok